Большая советская энциклопедия, сокращенно БСЭ, это наиболее известная полная советская универсальная энциклопедия. Выпускалась с 1926 по 1990 год под издательством Большая советская энциклопедия, сейчас же как Большая российская энциклопедия. Энциклопедия выдержала три издания. Первое издание с 1926 по 1947 насчитывало 65 томов и дополнительный том СССР без номера. Второе издание около 49 томов. Третье же насчитывало 30 томов. Том 24 издан в двух книгах. Вторая дополнительная книга СССР и дополнительный том алфавитный именной указатель без номера. Мы в отделе рукописей редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета. И у нас в руках 63 том Большой советской энциклопедии. Данный экземпляр выпускался в 1933 году. Главным редактором издания на тот момент являлся академик Отто Юлевич Шмидт. В 1923 году в госиздате возникла идея издания Большой советской энциклопедии по инициативе академика Отто Юлевича Шмидта, занимавшего должность председателя редколлегии. В группу по изданию БСЭ также вошли историк-марксист Покровский, критик и публицист Мещеряков, поэт Брюсов, профессор Каган и многие другие. В общей сложности первое издание энциклопедии содержит 65 тысяч статей, 12 тысяч иллюстраций и свыше тысячи карт. Общий объем издания составил 4-3 тысячи авторских листов текста. Средний размер статьи составил 2-7 тысячи знаков. Каждый том содержит в среднем 8-10 цветных географических карт и до 20 иллюстраций, частично цветных, на отдельных листах. Кроме вкладных листов, широко применяются рисунки и карты в тексте. Большая часть иллюстраций была исполнена известными советскими художниками. Для внешнего оформления томов использовались ледериновые переплеты с золотым тиснением и полукожаные корешки. Начало Большой советской энциклопедии было положено в 1925 году постановлением ЦК ВКПБ, в соответствии с которым было создано смешанное акционерное общество «Государственное научное издание Советской энциклопедии при Коммунистической академии», которому и было поручено издание энциклопедий. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универньюз.